всех приветствую сегодняшняя тема не один раз звучала уже в эфирах но тем не менее эта тема одна из самых важных одна из самых главных по сути то на чем строится трейдинг потому что все остальное без риск менеджмента и money менеджмента это представляет собой как вариант игры игры в угадайку в казино можете называть как хотите но эта тема то из чего действительно строится торговая система то на что стоит обращать внимание другой вопрос что взять цифры просто с головы прикрутить к риск менеджменту или на основании чьих-то советов чьих-то рекомендаций это тоже будет не совсем правильный путь поэтому сначала набирается статистика гипотетически какие-то предполагаются риски желательно минимальные отрабатывается и потом уже исходя из этой статистики действительно выкристаллизовывается подход подход по рискам подход по потенциалу подход от положительных сделок от количества положительных сделок то есть вы выстраиваете действительно торговую систему прежде чем мы начнем вебинар то есть я вкратце рассказал о чем будет этот вебинар то есть он будет про риск менеджмент про money management и по статистику лучшая благодарность за это видео это ваши лайки не забывайте подписываться на канал чтобы не пропустить новые видео ну а сейчас я включу монитор и мы с вами последовательно шаг за шагом будем разбираться что такое риск менеджмент и ману менеджмент в чем их суть и как их прикрутить к вашей статистике вашей именно личной статистике потому что именно от ваших навыков профессионализма опыта будут и зависеть как будете выстраивать эти цифры постараюсь вкратце но чтобы это было доступно понятно есть закрытая группа обучения у меня небольшая закрытая группа в рамках которой мы отрабатываем все эти вещи более детально и по риск менеджменту и по мани менеджменту что немаловажно по характеру движения потому что это все будет зависеть от этого будет зависеть ваш процент положительных сделок естественно у вас будут развязаны гораздо больше руки в плане опять же построение торговых подходов и в плане выбора того же потенциала вот процента положительных сделок зависимости от ваших навыков и понимание прежде всего рынка но прежде начнем вот с этой картинки то есть да я специально подписал чтобы вам визуально было понятно прежде всего риск менеджмент и менеджмент направлен как для жесткой работы с риском так и повод для сбора статистики и дальнейшей ее оптимизации то есть из этого только потом можете детально рассмотреть ваши сильные слабые стороны и выбрать наиболее эффективный подход но каждый раз вы задаетесь вопрос выставить ли большой стоп или маленький короткий стоп достаточно ли будет потенциала или недостаточно какой потенциал выбрать вот здесь я написал зависимости от стопа потенциал может быть 7 к 1 4 к 1 2 с половиной к 1 так какой потенциал выбрать 7 к 1 4 к 1 2 с половиной к 1 может вообще 10 к 1 что он выбирает то есть от чего идти опять же просто цифры взять из головы это будет не совсем правильно это будет в корне неправильный подход потому что вы не знаете свою статистику вы просто будете заниматься гаданием когда вы знаете свою статистическую сторону только тогда вы обладаете неким родом преимуществом перед рынком соответственно вот какой стоп выставить какой будет наиболее уместный более короткий стоп имеет большую вероятность задетым волатильность то есть каждом инструменте есть волатильность так называемые шумы и более короткий стоп вот как здесь и обозначил если вы где-то вот здесь вот зашли вас собрали стопу почему потому что в инструменте есть определенная доля волатильности сбор в рамках диапазона накопления но в данном случае даже если вы выставили бы за границы диапазона более отдаленный стоп вас все равно бы здесь в данном случае коснулось бы если вы выбрали здесь стоп отдаленный очень отдаленный обоснованный где точка невозврата то его бы не коснулось но потенциал посмотрите уже значительно урезается то есть вместо там 5 к 1 вы едва едва бы достигли здесь цифры один к нам поэтому каждый раз нужно либо выжидать выжидать когда рынок предоставляет вам постановку более короткого риска чтобы достигнуть большего потенциала но опять же даже вот этот вот короткий стоп он не всегда может пройти инструмент чуть-чуть может пойти ниже и потом сделать все то что вы видите на графике в данном случае все произошло красиво четко инструмент отработал короткого стопа и пошел вверх более обоснованный сюда стоп почему потому что здесь пытались проколоть и не ниже не пошли ну и самый обоснованный за эту консолидацию просто понятно если цена например после этого ложного пробоя начинает возвращаться но если бы это был ложный пробой начинает возвращаться назад и пробивает нижнюю границу диапазоны особенно вот эти вот точки невозврата скорее всего начнет инструмент заваливаться поэтому каждый раз вы еще кроме того кроме своей статистики должны смотреть на график считывать график и задавать себе вопросом где находится точка невозврата где меняется в корне сценарий вот следующая ситуация например ситуации один да не спасал и более отдаленный стоп вот это первая ситуация видите вот это первая ситуация то есть вы если вот здесь вы не перенесли стоп лосс без убыток полный возврат и вы теряете стоп даже самый отдаленный опять же все говорит остательно все скажет вам статистика более отдаленные обоснованные стопы гораздо реже цепляют но если вы хорошо чувствуете рынок порой короткие стопы дают вам очень хороший потенциал а уже второй вход давал возможность торговать от короткого стопа очень четкая консолидация поджатие и дальше идет импульс здесь в принципе ничто вам не мешает выставить короткий стоп получить заветный потенциал дальше нефть в данном случае отдаленный стоп стал актуальнее при коротком сработал бы минус и необходим был бы перезаход то есть речь уже идет о более низком проценте положительных сделок но при отдаленном стопе урезанный потенциал ну это я написал что я делал в этом инструменте по нефти первая цель 1 3 позиции выполнена стоп по 1 3 без убыток то есть дальше уже шла работа с позиции но как позиция реализовывается то есть был первый так сказать звоночек то что нефть попадает здесь под давлением вот они пошли активные распродажи в лоу на текущем рынке бить не самое благодарное занятие потому что чаще когда вы пытаетесь где-то здесь в лоу ударить все равно следует какие-то локальные откаты то есть рынок сейчас больше настроен с определенными откупами шортсквизами и так далее то есть он дышит здесь нету как там 2000 2008 году однонаправленных падений пока нету поэтому мы исходим из вероятности мы подстраиваемся под рынок дальше вот она точка входа прошла консолидация я предполагал что после этой консолидации начнется импульс здесь опять же выбор стратегии выбор подхода вашего то есть на что вы настроены более активная стратегия скажем так здесь бы получила бы минус то есть стоп логично вот за этот откат поставили получили минус поэтому более активные подходы они требуют они их результат не только более низкий процент положительных сделок но в том числе вам нужно постоянно держать руку на пульсе вам нужно постоянно быть в рынке вам нужно постоянно контролировать ситуацию причем это все делает без эмоций то есть пошел инструмент не догоняете не пытаетесь его здесь поймать на разворот как говорится ловить падающий нож ну здесь растущий суть в том же но когда уже инструмент начинают прибивать и возвращать в рамки ключевой точки можно перезайти я здесь работал более отдаленного стопа я понимал что здесь точка невозврата то есть если инструмент идет выше то сценарий полностью меняется я не буду в этот инструмент в принципе тогда перезаходить вообще поэтому здесь я выбрал стратегию один вход за день 1 1 1 1 вход и собственно говоря эта идея сработала но как вы видите по потенциалу то есть процент положительных сделок высокий но потенциал урезать здесь можно было более активно применить подход больше выделить вы времени именно на отслеживание ситуации и от короткого стопа вот здесь выставить стопы здесь зайти то есть опять же если вы хотите дифференцировать свои подходы по разным стратегиям я бы рекомендовал это делать на разных счетах либо ввести разную статистику это нормально я сам виду несколько стратегий потому что диверсификация позволяет в целом когда где-то идет замедление какая-то наоборот приносит более быстрые плоды более хорошие результаты то есть при диверсификации у вас гораздо больше возможности статистических преимущественных поэтому тоже подумайте если есть такое желание если есть опять же время желание контролировать рынок вы можете разбить по стратегиям и работать с рынком то есть какие-то более среднесрочные с более отдаленными стопами но расчет на более высокий процент положительных сделок и более короткие более активный рынок здесь возникает уже вероятность тильта то есть нужно себя действительно очень сильно контролировать чтобы не впадать в это состояние попытки отыграться попытки отработать в любом случае идею это самая часто распространенная болезнь когда трейдер все-таки пытается оставить свою идею я же прав я должен быть прав в этой ситуации цепляться 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 получая большие просадки из которых очень сложно выкарабкаться поэтому здесь тоже должны быть четкие правила сколько раз вы перезаходите и имеет ли смысл вся вот эта вот игра вокруг позиции если вас уже пару раз вынесли по стопу следующая ситуация обоснование более отдаленного стопа это все точнее это та же ситуация вот по нефти почему я выставлял более отдаленный стоп почему я не цеплялся вот здесь если посмотреть чуть более глобально это 15 минутный график вот здесь вот короткий стоп он получается в центре волатильности с более высокой вероятностью быть задетым по стопу ну то есть иначе говоря если вот это все графически визуально отобразить то у вас получается примерно следующее вот диапазон то есть по сути все стопы которые вы здесь выставляете он в рамках вот этого диапазона то есть вероятность будет задетым по стопу гораздо выше поэтому тогда нужно чувствовать очень хорошо рынок и быть готовым перезайти но в то же время не впасть в состояние тильта а вот здесь вот уже точка невозврата то есть я понимаю что если инструмент идет и пробивает с учетом того что он уже делал ложный пробой то скорее всего движение наверх продолжится вплоть до следующих уровней сопротивления это уже скорее всего мне будет интересно только на следующий день поэтому в данном случае просто выбрал более спокойный стиль более высоковероятный следующая ситуация это я написал первая цель выполнил еще одна ситуация где короткий стоп мог закончиться стопом а более отдаленный обоснованный в данном случае приносит свои плоды всегда имеет значение конкретной ситуации статистика я специально привожу разные ситуации потому что и покажи я вот только эту ситуацию по wti номер два где и номер один что и а все равно и более отдаленный стоп вынесут то зачем мне тогда ставить более отдаленность или эта ситуация где короткий стоп был актуальный более отдаленный стоп актуальный поэтому привожу разные ситуации чтобы вы понимали что действительно все зависит еще от конкретной ситуации иногда выбор более спокойных подходов дает гораздо более высокий процент положительных сделок особенность ли стоп выставляется вот в центре вот этой вот волатильности опять же если посмотреть то вот он диапазон в рамках диапазона инструмента могут вытаскивать хотя вот здесь вот казалось бы что возврата быть не должно инструмент торговался в диапазоне здесь идет как предпробойная база посмотрите вот здесь вот если посмотреть внимательно вот то есть инструмент с этого накопления не смог выстрелить вверх и дальше можно даже здесь было выставлять отложенный орган на продажу я уже решил вот по пробою вот этих вот ключевых точек и выставлена заявка то есть кажется что все инструмент должен вылететь можно выставить короткий стоп вот куда-то вот сюда стоп лосс поставить и он должен отработать но рынок таков что он никому ничего не должен есть вероятности это вероятность в рамках этой вероятности вы и торгуете для этого и нужен сбор статистики его анализ но тем не менее если вы занимаетесь активной торговлей то после этого ложного пробоя у вас был шанс перезайти даже не один раз один и второй раз вопрос другом а что если бы вот этот вот откат пошел бы гораздо выше и еще раз вернулся скорее всего вам пришлось бы перезаходить либо третий раз либо на этом торговля с инструментом бы закончилась он закончилась бы с двумя стопами а вот более отдаленный стоп обоснованный давал возможность спокойно эту ситуацию вытащить без перезахода но опять же я не говорю о том что один подход лучше лучше второй подход хуже в первом подходе который от короткого стопа вы берете сильно хорошими значениями потенциал при более отдаленном стопе вы берете более высоким процентом положительных сделок я пока специально показываю на графика чтобы прийти все-таки к тому как формируется система риск менеджмента и money менеджмента то есть за что зацепиться от чего оттолкнуться если грубо да вот введение статистики в итоге как получается там например инструмент ну неважно золото фунт s&p 500 или нефть назовем инструмента a b c d e f g и так далее 10 инструментов 10 сделок например вы совершили результат прибыль сделали убыток убыток прибыль убыток убыток то есть такой вот вариант вполне реальный который может происходить в торговле итого получается 4 это значит 4 к 1 например берете специально брал стандартные цифры чтобы для визуального восприятия здесь может быть и 5 и 7 к одному или 3 к одному зависимости опять же вашей статистики подходов я взял 4 например и убыток минус 1 без учета комиссии и того плюс получается 3 и того минус 7 то есть плюсов 30 процентов минусов 70 процентов логично если это все сложить получается плюс 5 без учета комиссии относительно просадка 1 2 3 3 убыточных сделки то есть примерно так вы выкристаллизовываете какой у вас максимальный drawdown этот уровень просадки в дальнейшем вам позволит закладывать именно риск на одну сделку но для этого нужен нужен неплохой массив статистики потому что ориентироваться на 10 сделок это конечно практически ни о чем то есть хотя бы 50 желательно статисты совету 200 сделок но я говорю о том что 50 в принципе достаточно чтобы сделать какие-то выводы вы будете по крайней мере видеть какая максимальная серия убыточных сделок при активной торговли особенно когда трейдер периодически залазит состояние тильта эти просадки могут быть могут составлять даже десяток убыточных сделок это вполне реальная цифра как я уже сказал это все вытаскивается потенциалом при активной торговой ну и дальше уже вы работаете неспосредственно со статистикой и риск приходите к риск менеджменту например вот если взять эту ситуацию вот вот эту вот ситуацию которую мы рассмотрели процент положительных сделок 30 риск на сделку один процент максимальный убыток подряд три то есть ваша максимальная просадка три процента это прекрасная цифра если вы делаете не более трех максимальных убытков подряд но как говорит опыт моей торговли при активной торговли все-таки сложно вот эту цифру выдержать то есть максимальное количество убыток подряд будет гораздо больше при более отдаленных стопах при более высоком проценте положительных сделок это в принципе 3-5 максимальное количество убытков принципе реально выдержать это нормально коэффициент прибыли риск 4 поставил без учета комиссии количество сделать например 10 в месяц ожидания в месяц ожидания годовых то есть все это математика все это высчитывается и вот именно над этим вы должны работать при дальнейшей при дальнейших ваших подходах и дальше уже анализировать какой у меня процент положительных сделать а если бы я больше потенциал брал как это повлияло бы на процент положительных сделок а если я уменьшу потенциал например не 4 к 1 а 3 к 1 берут как это влияет на процент положительных сделок вы начинаете уже действительно работает за статистикой оптимизировать цифры и искать наиболее эффективный подход а что будет если вот эта вся красивая картинка да кажется но все прекрасно здесь смотрится сравните с банковской процентной ставки но здесь всего лишь добавится 1 убыточная сделка то есть будет из десяти не всем положительных сделок то есть не 7 отрицательных сделок 8 отрицательных сделок то есть у вас будут тогда две положительные сделки на каждой 10 это будут 20 процентов посмотрите как сразу меняются цифры то есть вы уже оказываетесь нули за вычетом комиссии вы уже в минусе то есть очень важно вот эти вот мелкие подробности 1 2 сделки для чего обычно создается запас запас прочность а что если совсем трейдер впадает состояние тильта у него ничего не получается он проходит неудачную серию скажем своей торговли и процент положительных сделок падает до 15 процентов при тех же 4 к 1 например уже минус 30 поэтому и проводится оптимизации смотрите наиболее эффективный подход если вы активно торгуете может быть стоит здесь закладывать более высокий коэффициент прибыли к риску может стоит брать 5 к 1 или 7 к 1 но это надо анализировать смотреть свои сделки и делать выводы то есть если вы берете например 5 к 1 как это повлияет на процент положительных сделок если вы например заказала жили 10 к 1 у вас процент положительных сделок тут же упал до 10 процентов или до 5 процентов опять же вы себе должны ответить на вопрос имеет ли это какой-то интерес то есть опять же каждый раз вы работаете со своими сделками со своей статистикой если вы крутите у вас не получается не так не так у вас получается в любом случае процент положительных сделок речь уже идет об опыте и речь идет о понимании рынка значит действительно есть большие проблемы с точками не только с выходами но и с точками входа то есть интерпретация ситуации выставление стопов характер движения значит вы скорее всего выбираете не самые интересные инструменты которые могут сходить которые могут дать потенциал возможно вы выбираете шумные участки не самые удачные или наоборот крайне волатильные участки выбираете но с короткими стопами где вас скорее всего выбрасывает а инструмент идет в сторону предполагаемого направлении поэтому здесь пишу почему важен рм и мм то есть риск менеджмент и маниме как только начинается тиль цифры тут же начинают топить оппозит депозит и у трейдера нет никакого преимущества перед кажущейся сильной идеей и и непременной отработкой весь дальше к теме уже да вот о более высоком проценте положительных сделок можно ли работать более отдаленными стопами и меньшим потенциал при наличии опыта и понимание ценового движения у трейдера преимущество именно в понимании движения инструмента и более отдаленный 100 в таком случае исключает локальные волатильные движения способные задеть стоп-лосс ордер то есть вы хорошо читаете ситуацию и за счет этого большинство ситуации разворачиваются в вашу сторону но ваша задача тогда исключить вот такие вот случайные ценовые блуждания в рамках каких-то там диапазон подобный подход направлен на более высокий процент положительных сделок и взятие локальных импульсных движений пока складываются условия но не обязательно локальных если вы торгуете среднесрочные или долгосрочные то все точно также применимо и к среднесрочным сделкам и к долгосрочным сделкам но важно только при наличии хорошего понимания ценового движения иначе и процент положительных сделок будет низким и потенциал низкий чем это может обернуться будет следующий скрип но если вы все делаете корректно если вы все делаете с высокой долей вероятности то даже 60 процентов уже приносит очень вполне приличные цифры а вот что будет если действительно не хватает понимания если вы неудачно считываете цену если вы попадаете в серию убытков но при этом у вас еще и коэффициент прибыль риск низкий все то же самое видите как и здесь только падает процент положительных сделать и вы уже действительно терпите очень и очень неприятные убытки следующий скрин при активной торговли возможно довольно шумные участки рынка что приводит порой к значительной последовательности убытков виду попыток перезахода в таком случае необходимо в рм в величина просадки то есть вы должны знать серию максимальной просадки чтобы понимать как какой риск приемлемо закладывать и также существенно массив статистики чтобы эти цифры были наиболее точными если взять эту ситуацию это вполне реальная величина с которыми я сталкивался особенно на там не самых удачных рыночных участках это именно при активной торговли когда вас иногда может завлечь в тильт то есть вы выставите один процент и потом будет очень и очень неприятно из этого было поэтому обращайте внимание опять же на цифры вашей статистики и на максимальный drawdown не только абсолютно но в частности относительно потому что относительно это по сути ваша тенденция это ваша динамика поэтому если вас не устраивают цифры скажем так просадки или вы например с инвестором или самостоятельно для себя установили определенный уровень потерь который вас не устраивает тогда стоит урезать риск на сделку то есть например при урезании до 0 5 уже цифра становится приемлемой до 7 с половиной процентов просадки ну конечно и ожидание в процентах прибыли будут тоже урезать здесь нужно опять же отвечать себе на вопрос вы за разгон идете из-за риски неприятных последствий или за более консервативную торговлю и действительно идти от статистики позволяет статистика увеличивать риски вы увеличиваете риск не позволяет и говорит что вы находитесь на красной линии неприятный вы начинаете урезать дальше наиболее приближенные к реальности цифры могут быть такими но это следует исключительно из личной статистики как я уже сказал трейдера и его опыта то есть в принципе при активной торговли 30 процентов вполне достижимая величина 25 30 процентов риск на сделку 0 5 в 10 убыточных сделок будут обязательно будут серии неприятные когда где-то потеряли рынок характер хода поменялся и вам нужно подстроиться пока вы подстраиваетесь эта серия может сильно достигать и до 10 при 0 5 это пять процентов будет то есть в принципе вполне нормальное ожидание результата и вполне при вполне корректной просадки но опять же это из личного опыта вашего будет выкристаллизовываться и вашей личной статистики поэтому зная свои сильные и слабые стороны статистики вы уже не задаетесь вопросом ставить более короткий стоп и затем перезаходить или же выставлять отдаленный обоснованный стоп конечно все это зависит от стиля торговли и активности вместе с опытом но самое важное знать свою статистику и уже из нее формировать правила риск менеджмента и money менеджмента как данная ситуация конечно возможно цена пойдет здесь ниже сегодня выходной день могут в данном случае был с определенными нюансами которые могут возникать с отсутствием сильных импульсов желаемого там совокупности сделать и зафиксировал на том цель удовлетворена почему это сделал то что я знаю свою статистику знаю сколько мне какая величина прибыли приемлем но опять же даже здесь взять более короткий стоп он был бы вынесет более отдаленный стоп как видите вот сюда вот он вот он он сохранил позицию поэтому если вы активно торгуете да у вас было бы минус 1 или заход и со второго раза вы зашли но зато вы имеете более короткий стоп и более существенный потенциал опять же вы можете пойти разными стратегиями в рамках диверсификации применять их одновременно на разных счетах вести статистику и по тому и по тому подходу если где-то вы понимаете что в силу характера сил эмоциональной составляющей вы начинаете тильтовать надо приостанавливаться но когда у вас диверсификация вы чувствуете на рынке себя более спокойно и более консервативно и в заключении еще одна ситуация вот она это с нас таком было и пример и здесь пример где попытка пойти на пробой от короткого стопа была бы застигнута волатильность врасплох но порой подобные пробои проходят с хорошим импульсом и короткий стоп статистику вытягивают за счет существенных потенциалов тоже был выходной на биржах но инструмент торговался тоже тут совокупность была вроде день предположительно как на безрыбье я считал но тем не менее рыба сыскалась если вот посмотреть эту ситуацию так вот да то есть был диапазон ложный пробой и казалось бы что здесь вот при пробое уже должны полететь вниз но опять же инструмент еще повозили вопрос был ли здесь перезаход ну скажем так возможно был но дождались бы вы спустя там сколько 12 15 12-14 спустя там два часа дождались были своего входа это уже вопрос то есть при активной торговли нужно постоянно держать руку на пульсе и контролировать ситуацию хватит лет времени хватит ли сил концентрации это уже вторая составляющая тоже очень важно поэтому при как я уже сказал подходе нужно сочетать очень нужно много факторов отвечать на вопросы не только риск менеджмента money менеджмент статистики в то есть в том числе и вашего временного ресурса хватает ли у вас временного ресурса заниматься буквально не отрываясь от торговой платформы или у вас есть параллельные задачи которые тоже нужно делать и поэтому рамка диверсификации применять разные подходы если вы активно не постоянно можете быть на рынке то применять их только тогда когда работают и другие направления не в частности когда вы готовы по концентрации применять это также как знаете если взять спорт вы не можете целый день играть и выигрывать призы то есть у вас есть определенный участок вы уходите вы отыгрываете свое время делаете результат и уходите и до следующего и до следующей партии матча и так далее надеюсь что вот мне удалось пояснить более так кратко подробно по системе риск менеджмента money менеджмента есть то есть что это такое с чего возникает что это действительно цифры не из головы что эта работа работа над цифрами работа над статистикой оптимизация их и доведение до наиболее эффективные точки всем спасибо за внимание еще раз наилучшее благодарны за это видео это лайки и не забывайте подписываться на канал до новых встреч субтитры 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 субтитры